Третий этап проекта. Поехали. Летний отдых в Самарской области начался с Шигонского района. Сейчас мы все вместе с блогерами и журналистами поднимаемся на гору Светелка. Это знаковое место, которое обязательно нужно посетить, если вы вдруг заехали в Шигонский. У этой смотровой площадки высотой 290 метров интересная история. Во времена Хазарского царства здесь был караульный бугор, с которого следили за набегами кочевников. Екатерина II, глядев эти красоты, подарила их своему фавориту, графу Орлову. В 70-е годы прошлого века под Светелкой построили правительственный санаторий, и сюда позволено было ходить только высокопоставленным отдыхающим и сотрудникам Волжского утеса. В 2007-м ограничения на въезд сняли. Сейчас сюда приезжают со всего мира. Считается, что на горе можно загадывать самые заветные желания. Кто-нибудь верит, что гора может исполнять желания? Да! Всем верят! Итак, гора не исполняет. Камешки, которые мы будем собирать желания, тоже не исполняют. Но здесь есть один процесс. Я не смогу вам его описать очень глубоко по простой причине. Это нужно время больше, чем вы сейчас его можете себе позволить. Кроме шикарных видов, Шигонский район может похвастать местами для отдыха на берегу реки Усы. На территории реликтового соснового бора около 30 баз для семейного досуга и оздоровительных детских лагерей. Автобус с журналистами и блогерами высадился на одной из новых комфортабельных баз отдыха в окрестностях села Муранка. Все турбазы на нашей территории, то есть на сельском поселении Муранка, они расположены в прекраснейшем Муранском бару. Заповедник наш, это оригинальное значение. Здесь отличнейший воздух, прекрасная природа, сезон грибов, значит, люди грибы собирают, значит, выдаются на прокат велосипеды. Я думаю, на этом самом, на усе, на мараны там и все прочее. А рыба ловится на усе? И рыбалка, ловится, конечно. Какая? Да всякая, у нас всякая рыба, по-моему. Шигунский район, село Сытовка. Сюда можно приехать всей семьей для того, чтобы в мастерской у супругов Зайцевых поучиться гончарному делу. Для чего цифра нужно? Чтобы выравнивать, то есть можно, она имеет такую форму еще, да, то есть чтобы сюда забраться. Обточить, скажем, обточить по-мокрому. Проект «Поехали» направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов. Пресс-туры будут проходить каждую неделю на протяжении всего лета. Проект «Поехали» реализован в рамках пока еще не принятого федерального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который совсем скоро увидит свет. А вот пока малоизвестный объект сельского туризма в Шигонском районе – Маринино подворье в селе Кузькино. Нынче девятый сезон, когда я провожу здесь подворье детские, взрослые. Приезжают люди изучать ремесла, песни, хороводы, игры. Ну все, что вот в Самарской области удалось мне вот чего-то найти. На протяжении всего лета съемочная группа губерний будет покорять горы Самарской луки, изучит флору и фауну Жигулевского заповедника, познакомится с историей муниципальных районов и расскажет о самых новых точках притяжения в нашей области. Марина Баркова, Владимир Терентьев. Новости губернии.